Торжественная церемония вступления в должность главы Каннска состоялась сегодня утром в стенах местной администрации. Столь важное событие посетили депутаты законодательного собрания, местный депутатский корпус, почетные жители города и руководители градообразующих предприятий. Аплодисментами они встретили Ольгу Викторовну, после чего она приняла присягу. Я, Витман Ольга Викторовна, вступаю в должность главы города Каннска, Торжественно клянусь, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать законы Российской Федерации и Красноярского края, Устав города Каннска, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, способствовать всестороннему развитию города, приложить все свои силы, знания на благо жителей города Каннска. Также на инаугурации присутствовал и бывший коллега Ольги Витман. Он не только поздравил со вступлением в должность, но и отметил ее трудолюбие и другие положительные качества. В 2020 году Женноборское отделение партии «Единая Россия» взяли вас на штажировку. Вас провели через очень жесткую школу. Проектное управление, выдавание финансов, курирование объектов, экономика, взаимодействие с людьми, взаимодействие с депутатами, диалоги с депутатами. И вы все эти экзамены счестью сдали. Правда, в этом плане мы ставим вам пятерку. Но у вас остался еще один выпускной экзамен. Это на любой территории. Я прям уверен, что люди, присущие в зале, этот экзамен вас примут, потому что я точно знаю, что вы любите этот город. Я знаю, что вы любите этих людей. Поэтому удачи. Напомним, в числе кандидатов были 8 человек. На 36-й внеочередной сессии, которая состоялась 17 июля. Три члена комиссии из числа депутатов и три человека, назначенных губернатором края, поддержали кандидатуру Ольги Викторовны Витман единогласно. Возглавлять Каннский предстоит ближайшие пять лет. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.